Теперь уже побежал Ярулин. Можно прямо проатаковать Качев. Прямо уже не получится, но первым темпом Шабанов вторым забивает. Шабанов попадает 4-4. Трактор. Вот это фантастика, вот это попадание. И это момент, когда Прохоркин не отдал передачу, не бросил сам. И в ответ сразу Шабанов 4-4. Второе место в лиге у Спартака после московского «Динамо». Но у ЦСКА тоже там с меньшинством пока не очень. И вот бросок в упор. И вот Спартак ту же самую комбинацию разыграв, попадает в створ ворот и забивает. И делает это Павел Порядин. Ну вот, и ответ на мой вопрос. Сколько времени потратит команда на первую заброшенную шайбу? Спокойно сменились. Спартаковцы зашли в зону и быстренько разыграли, выведя на бросок Павла Порядина. Расставился авангард без потери, почти во времени. Шелебзянов. Какой перевод и какой бросок! Владимир Качев отмечает свою 400-ю игру в КХЛ заброшенной шайбой. 4-1. Шелебзянов в уше. Качев в касании. И он не просто забил, он положил эту шайбу прямо под верхнюю планочку. Плачев. Низом. Вскакивает шайба и оказывается в воротах. Удается Хабаровчанам еще один гол в большинстве организовать. Три удаления в этом матче. Три шайбы в большинстве. Фантастическая реализация. И снова максимально упрощенный розыгрыш. Бросок от Синий. Да, и Коршков добивает. Клюшка Коршкова попадает по шайбе. Даже из самых-самых неочевидных позиций. Вынос. Ух ты, это даже бросок в твор получился. Полтамбов принимает и забивает Прохор Полтамбов. Какой гол ЦСКА! 2-1 в пользу гостей. Сам Полтамбов, конечно, улыбается. И здесь вопрос только в одном. Это реально задумка? Если так, то абсолютно гениальный гол ЦСКА. Прохор Полтамбов. Как всегда в нужном месте, в нужное время. Орлов. Катили снова вперед спартаковцы. Орлов. И вот так и это гол! Вот так! Данил Орлов в формате 4 на 4. Забрасывает пятую шайбу Спартака в этом матче. Вообще ничего не надо было придумывать. Просто въехал, бросил и забил. И это первая шайба Орлова в континентальной хоккейной лиге. 26 матчей провел, но забросить шайбу не смог. Как нельзя лучше отправилась шайба подальше. Вот ворот не плывел, а просто надолго ли? Тергачев. Иначе во фланг открывается на дальний 2-0! Тергачев начал эту атаку. Прорвался по центру. Сыграл на партнера и открылся на дальний. Блестящие действия и шикарная реализация большинства со стороны Нижникамского. Там заодно еще и смену затеяли хозяева площадки. Чуть меньше трех минут остается до конца основного времени. Надалью Червеный и гол! И все-таки Борис сравнивает счет в этом матче. Рудольф Червеный прерывает свою голевую засуху. И забрасывает важнейшую шайбу. Старченко отдает эту передачу на партнера. Такой непростой был пас. Тоже приходилось Червене тянуться. Но вот опять же, долго искал продолжение. В итоге был атакован шайбу. Он терял и у Фимца на контрасте! А вот Шмелев. Не видели меня? Вот он я! Великолепно все разыграли. В одно касание передачи. И тут такое попадание. Паутинку снял Шмелев. В дальней девятке от себя. Только хотели сказать, что Шмелев проводит сезон не так, как от него ждали. Не так, как это было в прошлом году. Но мы видим, что он сейчас переосмыслил. И вот заброшенная шайба. Бросок фантастический. И теперь у Авангарда так сходу. Ну, слушай. Тут великолепно разбирается Николижин. И гуляет. Так и забрасывает вторую шайбу. Великолепно разыграли. Все, а мячи. Качев на Николижина. Тот берет паузу. И дальше подворота, где уже сковал и защитника. Гуляет. Мастерски все исполнил. Вообще великолепная комбинация. И великолепное завершение. Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok